Здравствуйте дорогие друзья! Тема сегодняшней нашей беседы или предмет обсуждения это натюрморт Будем рассматривать процесс написания натюрморта по многослойной технике и технологии старых мастеров насколько это нам известно Это копирование натюрморта очень хорошего и классического, которое нам поможет в обучении Копирование это важная составляющая часть обучения живописи Без копирования предшественников, мастеров, художников достичь чего-то стойчего в классической живописи, в реализме очень трудно Вот как быстро выглядят все эти этапы производства натюрморта и мы последовательно, шаг за шагом попробуем рассмотреть и понять как же от начала получить результат и какие между ними промежутки и что для этого необходимо делать Сразу скажу, что написание этого натюрморта копия делалась 15 дней Ориентировочно 5-6 часов в день Итак, первое, что мы делаем это наносим на холст имприматуру или водную, или масляную она высыхает и мы делаем рисунок на холст Рисунок на холст переводится по той же технологии, что обсуждалось в других видео Мы делаем распечатку нескольких листов на лазерном принтере режем на части, соединяем накладываем на поверхность холста под листы бумаги ложим копирку и шариковой ручкой мы передавливаем рисунок отмечая все мелочи и детали которые нам пригодятся в рисовании и в живописи Я ставлю рядом с собой черно-белую распечатку с которой делал рисунок фотографию и после того, как сделали мы рисунок начинаем коричневой краской делать как бы гряза или коричневую живопись то есть мы отмечаем тени и полутона то есть тень мы растираем полусухой кисточкой как бы градиент и получаем тональный рисунок тональную живопись без цвета и без белил Чем тщательнее вы сделаете этот промежуток работы тем легче вам будет делать следующий этап работы Если вы облегчите себе здесь труд и что-то не сделаете вам труднее будет на следующей ступени работы Здесь мы видим фрагмент распечатки со следами от ручки которая была переведена на холст А это уже я делаю тональный рисунок кисточкой и коричневой краской смешанной с растворителем Рядом фотография и черно-белая распечатка Это тоже я Как вы можете рассмотреть на дальнем плане есть монитор На нем можно это цветное изображение переконвертировать в черно-белое но с подсветкой какого-то цвета коричневого будет коричневая у вас репродукция и с нее если вам трудно рассмотреть или понять где темнее где светлее вы можете как подсказку использовать такое изображение И постепенно вы делаете форму этих предметов листочков бутонов и самих цветков роз Сам тон и цвет имприматуры он использоваться будет вами как полутень предметов которые вы будете делать то есть коричневой краской вы делаете тень и растираете ее на к свету полутень имприматура используется как сам тон и цвет полутени после того как вы будете налагать белую краску то у вас уже будет готовая полутень и так вы движетесь по всему натюрморту прорабатывая его до конца и вот мы видим уже готовый натюрморт все цветки роз листья кувшин все готово после этого мы начинаем вводить белый цвет это свет предметов и почти тон света всех светлых частей предметов как листьев бутонов стола и вазы наносить следует нечистые откровенные белила потому что их в будущем будет трудно угасить легче их вытянуть потом светлой краской чем гасить а чем-то подкрашенной краской например если цветки роз розовые и красные вы можете слегка коричневой или красноватой краски добавить слегка чтобы оттенок угадывался но не был откровенно красным или розовым если листочки зеленые то вы слегка зеленой краской можете подмешать есть еще вариант что вы можете просто белилы подкрашенной охрой или коричневой краской слегка замешанной весь рисунок пройти именно этими белилами не выделяя никакие предметы можно и так пробуйте как вам больше понравится так и делайте не бойтесь экспериментировать пробуйте по разному белила вы кладете на самую светлую часть предмета а потом в полусухую или разбавленной краской вы втираете ее дальше на полутень ближе к тени но в саму тень стратис белила не вводить потому что потом от белесости теней будет трудно избавиться тени и предметы будут из-за этого казаться пластмассовыми что и отличает сегодняшнюю живопись современную которая пробует походить на реализм от старинной живописи что современные художники делают предметы и они кажутся как пластмассовыми ненастоящими это потому что много белил в тенях даже замешанных на темных красках пробуйте в тенях меньше использовать белил слегка только там где необходимо пусть та коричневая краска имприматура будет цветом и тоном вашей тени потом вы наложите туда чистую краску без белила старайтесь именно этот участок работы сделать как можно более качественно от этого зависит следующие этапы вашей работы именно этот промежуток определит легкость и пик качественности вашей картины этот этап работы настолько интересен что бывает когда смотришь на картину выполненную уже белилами и коричневой краской что хочется ее так и оставить настолько интересно и уже сама в себе в совершенной форме картина обретает свое лицо и так мы видим здесь уже лепестки и цветки роз уже начинают прорабатываться белой светлой краской оставляя тени и полутени без почти белил с коричневым оттенком и так мы видим что натюрморт загорелся и уже почти почти готов можно приходить почти к завершающей стадии его исполнению введением цветных лессировок на этой фотографии мы видим уже введение зеленой краски в листья натюрморта как мы это делаем вы можете выдавить несколько цветовых оттенков зеленых красок какие у вас есть и смешать их с растворителем разбавленным слегка льняным маслом и попробовать нанести на листья так чтобы и белила и коричневый фон цвет тени полутени просвещался сквозь эту краску то есть эта краска не должна быть стопроцентно кроющей она должна быть прозрачной или хотя бы полупрозрачной есть теплые зеленые краски есть холодные зеленые краски то есть для разных листьев вы можете в принципе использовать разную краску или одной же краской прокрыть все зеленые листья то есть как акварелью в данном случае вы работаете как акварелью вы жидкой прозрачной краской сразу прокрываете все зеленые части на этом натюрморте то есть это можно сделать буквально за полчаса есть два варианта вы можете чуть больше добавить льняного масла или меньше если вам нужно в ближайшее время продолжить работу над картиной то льняного масла положите меньше чтобы оно не создавало пленку не долго не высыхало а с растворителем он улетучится а сам зеленый слой у вас останется и так это и есть лисировка когда вы зеленой краской прозрачной полупрозрачной прокрываете зеленые части листьев и так вот мы видим весь натюрморт уже с зелеными листьями и это мы сделали очень быстро если бы мы это делали стандартно как сейчас делают а не по старинной технологии это было бы очень долго а здесь мы сделали коричневыми красками все прокрыли белилами и быстро прокрыли как акварелью зеленой краской все листья и у нас уже натюрморт стал почти цветным проявляются цвета предметов это некоторая заготовка для еще дальнейшей работы когда все цветные предметы станут уже живыми настоящими здесь мы по чуть-чуть начинаем вводить цвет уже в розовые розы то есть красный цвет то есть мы замешиваем красный цвет и из темных частей цветков мы начинаем его растушевывать на более светлые части мы видим что верхняя роза уже имеет какой-то некоторый розоватый оттенок здесь мы видим что уже все розы прокрыты лисировкой то есть красная краска была тоже разведена прозрачная и ей прокрылись все цветки слегка где-то поролоном или кусочкой ткани мы промокнули чтобы цвета остались не сильно прокрыты розовой краской на данной фотографии мы видим что листья уже имеют почти завершающую стадию обработки то есть уже замешаны тени цвета полутона наложены каждое свое место и потом пока не высохли они стушеваны одно с другим можно полущетинную кисточку взять и края цветов и тонов стушать между собой чем хорош древний трехстадийный метод живописи что вы можете тонким слоем накладывать эти цвета и краски и стушевая между их собой все равно нижележащий слой будет просвечиваться и давать определенную теплую окраску следующему более верхнему слою обогащая цвет и общую гамму картины что простым смешением цветов и накладывание их на белый холст достичь не получится на данной репродукции мы видим что уже красный цвет почти введен во все цветки и голубенькие маленькие цветочки сделаны и картина почти подходит к своему завершающему этапу уже прокрытый задний фон в самом же конце мы проходим самые светлые части картины это капельки на листьях самые светло-зеленые части листьев светлые части голубеньких цветочков светлые лепестки розовых рост такие акценты которые оживляют картину и делают ее настоящей уже живой фактически трехстадийный метод живописи старых мастеров это если так можно назвать это фотошоп вручную те же слоя которые присутствуют в компьютере когда один второй третий дается им прозрачность смешивание и получается многоступенчатая слоеная картинка что не получилось бы сделать в одном слое то же самое в древности делали и художники шел один слой потом следующий прозрачный следующий следующий и создавалось оптическое восприятие картины как многослойные картины в которой каждый ниже лежащий слой обогащал и дополнял следующий слой который лежал сверху над ним ручной фотошоп в древности и вот мы видим результат это законченная часть уже картины мы видим стол проработан ваза на предыдущих кадрах вы могли обратить внимание что стол поверх коричневой краски пройден белилами просто мастихиной и большой кисточкой потом когда эти белила высохли я полупрозрачно лисировочной коричневой краской это марсом я сверху прошелся протер и эти белила они просвечиваясь сквозь эту прозрачную краску дают эффект мраморного каменного этого стола то есть тоже просто замешивая эти цвета светло-коричневый темно-коричневый черно-коричневый достичь не получилось бы только с помощью лисировок и прозрачных красок можно достигать глубинных глубоких эффектов желаю вам это пробовать не бояться у вас все получится задавайте вопросы здесь внизу подписывайтесь на канал будем общаться и развиваться вместе до скорых встреч до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...